Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях учёный, предприниматель, лингвист Кирилл Бабаев. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. И ещё обладатель титула Iron Man, так, наверное, вас можно назвать. Это интересный опыт, ведь вы человек, который решил пройти эту дистанцию. Это марафон, плавание, там целый такой цикл. И просто с нуля фактически решили это сделать. Ну да, так сложилось, что я как-то никогда особо не бегал и не плавал на длинные дистанции, не ездил на шоссейном велосипеде. Поэтому мне было это интересно, попробовать себя вот в этом триатлоне. Ну, давайте для наших радиослушателей поясним. Там ведь дистанции достаточно серьёзные. Речь идёт не о том, что там один километр пробежать или там два километра проехать на велосипеде, всё гораздо сложнее. Ну, конечно, Iron Man – это самая сложная дистанция для непрофессиональных спортсменов на сегодняшний день в мире. То есть, это нужно 4 километра проплыть, после этого сразу же сесть на велосипед и проехать 180 километров, а после этого ещё пробежать марафон, то есть, 42. И всё это нужно уложить в 16 часов. То есть, ты можешь, конечно, делать перерывы, отдыхать, но лучше этого не делать, потому что организм успокаивается после этого, и уже не заставишь ничего делать. И поэтому, значит, вот эти 16 часов – это непрерывное насилие над собой, напряжение для того, чтобы эту дистанцию выдержать. Почему вы решили это сделать? Вы ведь не профессиональный спортсмен. Более того, я, как мне кажется, вообще для этого не созданный. Я всегда занимался интеллектуальной деятельностью, я вот учёный, бизнесмен. И, конечно, для меня это было интересно именно попробовать себя. Но это такое чисто мужское тщеславие, знаете, поставить себе вызов какой-то малореальный, который кажется нереальным, и после этого его выполнить. Это, как мне кажется, вообще присуще мужчинам, но вот я люблю себе ставить такие нереалистичные цели. Но, кроме того, всё-таки в нашем обществе спорт становится каким-то элементом моды. И, конечно, мы это, как мужчины, мы ощущаем это постоянно с детства. С детства тебе говорят, а ты сегодня делал зарядку, а каким спортом ты занимаешься, а хочешь ли ты в спортивные секции. И вот с детства на тебя давлеет вот эта история о том, что ты вроде как не занимаешься спортом, у тебя нет мышц. Значит, потом это в студенческие годы, а какой твой базовый спорт? Вот начинаются вот эти вот все разговоры среди мужиков. Естественно, что хочется этот же гестальт уже наконец для себя закрыть. И для меня это было средством именно для этого в том числе. То есть это психологический, можно сказать, такой у вас была психологическая мотивация для того, чтобы... Ну, конечно. Конечно. И кроме того, помимо психологических вещей, когда ты ощущаешь, что ты можешь сделать то, что большинство людей не может сделать на сегодняшний день, то помимо этого ты, естественно, получаешь какие-то дивиденды, ну, например, для своего тела. Фигура становится совершенно другой. Ты в зеркале никогда такого себя не видел. Поэтому это тоже, конечно, стимулирует. Полтора года у вас заняла подготовка, правильно? Да, это случилось довольно быстро. Я, честно говоря, ожидал, что это больше времени займет. Но потом я уже понял, что я больше не могу столько времени тратить и сил на тренировки. И это подстегнуло меня пораньше завершить эту историю. Вот потратил я год и четыре месяца на все прошлое. Но вы с профессиональным тренером занимались или сами по себе? Ну, я когда начинал, сначала начал с бега. То есть сначала у меня была задача пробежать марафон. За пять месяцев я хотел подготовиться. Да, и пробежать 42 километра. Я начал заниматься с тренером. Ну, мне там базовые вещи какие-то рассказали. Потом мне сказали, что я неправильно бегу. Мы успешно поругались с этим тренером. И я уже тренировался сам. Видимо, я до сих пор неправильно бегу, как мне кажется. Но я пробежал таки этот марафон, думал, что я успокоился и забыл об этом, о спорте большом. Но после этого мне буквально на следующий день позвонил приятель и сказал, ну что, когда ты бежишь Ironman? Я ничего не знал тогда про триатлон, про Ironman. И вот, значит, все. После этого, конечно, я вынужден был начать заново тренироваться. Это уже плавание, это велосипед. Это уже совершенно другая история. Не просто бег. Но вы хотели доказать что-то себе или другим? Вот насколько важно было еще другим доказать? Вот вы сказали о приятеле, который вам позвонил. И это стимулировало вас продолжить занятия спортом? Да нет, мне просто понравилась эта задача. Мне понравилось то, что мне казалось, что я не способен. Мой организм не способен ее выполнить. Это соревнование с самим собой, конечно же. То есть ты бежишь наравне с сотнями других спортсменов, но ты при этом соревнуешься только с временем. Успеешь ли ты в определенное время уложить вот эти три этапа. Плавание, велосипед, бег. Это соревнование для себя самого. И, конечно, когда ты получаешь эту медаль, ты прежде всего преодолел себя. Но удовольствие во время процесса испытывает человек? Или все-таки это уже такой вопрос выживания с какой-то степени? Потому что, ну, как мы видим на кадрах, они достаточно драматические. Очень часто люди просто уже такие изнеможденные добегают до финиша. Ну, человек, наверное, испытывает. Я нет, я не испытываю. Вот, если честно, это началось все с того, что я прослушал лекцию одного из профессионалов в Москве, который рассказывал о том, как физическая энергия переходит в интеллектуальную. И как человек, занимающийся спортом, может лучше делать карьеру, у него улучшается настроение, пропадает зимняя депрессия. Вот я решил попробовать. Ну, честно говоря, на мне, похоже, не очень-то действует. Потому что это каждый раз вызывает некое напряжение. Когда ты в 6 утра просыпаешься, и все нормальные люди еще спят или, так сказать, могут провести время спокойно в постели, а тебе нужно вставать, надевать гидрокостюм и нырять в Лиелупе в холодную воду, для того, чтобы проплыть эти самые 4 километра. То есть вы тренировались здесь в основном? Да, я в основном тренировался в Юрмале, ну, насколько мог, там, начиная с ранней весны. Ты плаваешь в Лиелупе, ты едешь до Тукумса и обратно на велосипеде. Это примерно как раз 100 километров получается. Вот, и бегаешь, и по Юрмале тоже очень удобно бегать, естественно. Я и до Риги бегал, вот я к тебе в музей Миршляпы. Если нужно мне ездить, я, значит, уже больше не езжу на машине и на электричке. Я бегу туда. Ну, у меня это занимает, там, примерно полтора часа, но, тем не менее, это хорошая тренировка. Ну, после того, как вы одолели эту дистанцию, вы продолжаете бегать или всё? Этот гештальт закрыт и, собственно, уже можно... Ну, у меня, честно говоря, я рассчитывал, чтобы полностью прекращу это дело и отдохну, как минимум, некоторое время. Сейчас у меня появилась ещё одна идея. Я не знаю, они откуда-то вот появляются, и ничего с ними не сделаешь. Они начинают тебя изнутри есть. Вот у меня, например, появилась идея про плыть, переплыть через Босфор. Вот там летом одна единственная возможность есть каждый год, когда люди, они профессионалы, могут переплыть в Босфор. Это 6,5 километров плыть, и тоже надо уложиться в определённое время. Ну, это открытая вода, кстати. Это открытая вода, ну, как и РММ. Да. Вот поэтому это мне было бы интересно, наверное, и, может быть, я попробую это сделать следующим летом. Ну, вы считаете себя человеком, которому свойственен риск, учитывая, что вы проводите экспедиции, лингвистические экспедиции, которые тоже сопряжены с определённым риском? Ну, вот мы уже говорили в нашем эфире о том, как вы были в плену племени, где, кстати, открыли язык именно новый, который не был до этого известен. То есть это ведь свойственно, наверное, людям с таким складом характера, которые, в общем-то, идут на риск определённо. Ну, я не азартный человек. Конечно, да, довольно много всего приходится переживать там разных ситуаций, потому что научная моя экспедиция – это, как правило, экспедиция в отдалённые районы, это там, где нет особой цивилизации. И вы один в основном. Я, да, довольно часто туда забираюсь один, вот, поэтому, да, случались разные самые ситуации в жизни, но я риск вот сам не люблю. Мне, как бы, не очень нравится просто оголтело соваться туда, где можно, вот, там, потерять жизнь или здоровье. Вот я летом поднимался на Эльбрус, и, естественно, там многие в этой альпинистской тусовке, они говорят о том, что вот Эльбрус – ерунда, вот на Кавказе есть гора, на которой 20% гибнет. Давайте-ка мы пойдём туда. Потому что гибнет 20%. Ну, потому что именно так, да. Мне не очень нравится такая история. Мне как-то хочется всё-таки цель достигнуть, а не иметь именно вот ощущение риска. Само вот это адреналиновое пьянство мне не свойственно. Но страх часто приходится испытывать, учитывая, что вы забираетесь один в отдалённые места, и это, как правило, незнакомая, возможно, даже агрессивная среда. Конечно, всё время испытываешь этот страх. Постоянно, ну как, без него не достигнешь, к сожалению, никаких интересных высот. В жизни вообще, будь то бизнес-карьера или научная карьера, где тебе приходится выступать, где приходится взаимодействовать с кучей людей, отстаивать свои взгляды, открытия делать, ездить в эти экспедиции, общаться с непонятными инициализованными людьми на совершенно других языках, или взбираться на Эльбрус. Я вот, например, вообще высоты боюсь. Но мне поэтому и было интересно преодолеть это, и взобраться на этот Эльбрус, посмотреть оттуда, с самой высокой точки Европы, на мир вокруг себя, и сказать себе, что я это могу сделать. То есть получается, что для вас страх – это мотиватор в какой-то степени? Ну, преодоление этого страха, да. Мне бы хотелось от него избавиться, а если уж я не могу от него избавиться, значит, мне надо его преодолевать. Ну, страх, который вы испытываете, когда идёте в экспедицию, страх, когда занимаетесь бизнесом, вы крупный предприниматель, работали в масштабных, огромных проектах в России, это разный вид страха всё-таки, учитывая, что и там вершина, и там вершина в какой-то степени. Но здесь больше психологическая, а там, может быть, физическая. Ну, конечно, разные, конечно, разные. В любом случае, где-то ты чувствуешь себя более подкованным, где-то меньше, где-то ты делаешь что-то в первый раз. Но всегда что-то приходится делать впервые. И всегда в ночь перед крупными событиями, будь это Айронмен или восхождение на гору, или там прыжок с парашютом, или бизнес какой-нибудь, проект, защита проекта, ты всё равно испытываешь вот это вот ощущение, что у меня точно ничего не получится завтра. Ничего не получится, ничего. На следующее утро ты встаёшь, и ты, значит, пытаешься это сделать. Как правило, получается. Ну, вот это ощущение, что ничего не получится, потому что Бродский тоже, как говорят, страдал этим качеством, хотя все говорили, ну, Бродский, это же гений уже признан, он говорил о том, что у него болезнь чистого листа, болезнь белого листа. Вот это, на ваш взгляд, вы не пытались анализировать? Для чего это нужно? Для чего человеку, который добивает цели, нужен вот этот страх, и это неуверенность в том, что получится? Потому что именно эта неуверенность и страх, она толкает на то, чтобы что-то улучшать. Вот это ощущение, оно внушает тебе некую потребность продумывать 10 раз какие-то вещи, которые предстоят сделать. 7 раз отмеряй, 1 раз отрежь. Более тщательно готовиться. Если бы этого не было, человек бы оголтел, окидался на любые препятствия и, скорее всего, терпел бы поражение. А я вот, например, у меня какое-то есть глубокое ощущение с детства, с момента, когда я в институт поступал, что если я не понервничаю, ничего не сбудется. Задача решена не будет. А если я нервничаю, значит, все хорошо, я, значит, все продумаю и все решу именно так, как это нужно сделать. То есть определенный ритуал уже такой сформировался? Ну, как-то, может быть, это только вот я так делаю, потому что у меня так устроена нервная система, но мне как-то спокойнее, когда я нервничаю. Ну, вы ведь в Фейсбуке написали пост, мне он очень понравился, по поводу того, как вы начинали свою карьеру, и когда вы пришли в отдел кадров, это сибирский алюминий был, да? Да, точно. Если я не ошибаюсь, вы просто отвечали на те вопросы этому человеку, который их задавал, то, что она хотела услышать, хотя это не соответствовало действительности. Ну да, это правда. То есть это был ведь такой, в чем-то это был даже авантюризм, наверное. Ну, конечно, здоровая доля авантюризма, или, скажем, доля здорового авантюризма должна присутствовать, особенно когда ты молод, и тебе терять особенно-то нечего. Мне был 21 год, я пытался устроиться на работу, и да, я действительно отвечал на любой вопрос, не дослушав до конца, и отвечал, что я да, умею это делать. Потом, когда я вышел первый день на работу, я даже факс не знал, как отправить. Мне сказали, ну, отправь, пожалуйста, Кирилл, факс. А я пришел к аппарату, думаю, ёлки, что же делать-то с ним? На какую кнопку-то здесь нажимать? Вообще, что такое факс? Ну, это было продуманное решение, или вы импровизировали тогда все-таки? Ну, конечно, ты импровизируешь. Естественно, ты приходишь, но все, что тебе хочется, это достичь задачи, да? В принципе, мной, как работник, в компании все были довольны всегда. И поэтому о том, что я там не знаю, как отправлять факсы или как писать бизнес-планы, никто никогда не узнал. Ну, и прекрасно, я считаю. Ну, значит, все довольны, и все сделано правильно. Вы не смотрели сериал «Форс-мажоры» про юристов? Да, смотрел, да. Ну, вот эта история похожа на вас? Когда он там не был выпускником Гарварда, но, тем не менее, его взяли, потому что он был слишком талантлив. Ну, да. И он скрывал этот факт очень долго. Это правда. Но потом там все вскрылось, и начались трудности. А я до этого еще не досмотрел. А я считаю, что можно все говорить таким образом, чтобы никакие трудности не возникли, ни у тебя, ни у других людей. То есть, чтобы ты никого не подвел, чтобы ты не навредил ни делу, ни компании, ни себе самому, потому что от этого ты, конечно, испытываешь ощущение неприятное. Поэтому здесь, с моей точки зрения, важен какой-то баланс, и важно не заходить за грань и всегда себя в таких случаях одергивать. Ну, вы начинали свою карьеру в сибирском алюминии в 90-е, конец 90-х годов. Это такое время, которое Михаил Веллер назвал «лихим», то есть «лихие 90-е». Каким оно вам запомнилось, это время? Ну, сложно сказать, я школу-то окончил в 95-м, поэтому все вот эти самые громкие годы события в российской истории прошли мимо меня, или, скажем так, по телевидению я их видел в большей степени. Потом я учился туда, в институте, в 99-м я начал работать. Конечно, мне запомнилась, пожалуй, эта эпоха тем, что никакие внешние признаки человека не играли роль ни возраст, ни образование, ни его характер, а играл роль только результат, который он приносит. То есть шанс, возможность была у любого. В этом смысле, да. Я всегда считал, что Москва – это такой город огромных возможностей, когда ты можешь при собственном желании, трудолюбии, наличии какого-то упорства, ты можешь стать к 30-ти годам миллионером, к 35-ти годам доктором наукой заходишь, и у тебя не будут спрашивать при этом, в какой частной школе ты учился, и кто твои родители, и всякие вот эти ненужные, совершенно превходящие обстоятельства в твоей жизни, никого не интересует. Ни интересует просто качество твоей работы. Мне кажется, что это было очень ценно, и это то, что дало России и вообще российской экономике импульс на долгие годы вперед. Потому что люди, которые научились так жить, так работать, они будут еще в несколько поколений вести страну к успеху, как мне кажется. Ну вот все-таки, когда в 90-е вот эти крупные корпорации, там были, опять же, мы вспоминаем либеральные реформы, Чубайс, залоговые аукционы и так далее. Вот все это вам приходилось как-то на себя ощущать? Весь этот такой, может быть, даже хаос 90-х годов? Или все-таки вы этого не почувствуете? Ну, слушайте, конечно, я занимался корпоративными войнами, захватом промышленных предприятий. Все это вот, я был непосредственным участником этих событий. Я видел в 2001 году, как бронетранспортер пробивает стену завода управления. То есть, это была реальная война, корпоративная война – это не метафора. Ну, конечно, да. Я занимался сопровождением корпоративных войн в нескольких промышленных корпорациях последовательно. И, в принципе, это довольно интересное время. И, конечно, время, которое сейчас уже минуло, к счастью, наверное. Но, тем не менее, это, конечно, большой урок и весьма серьезное расширение кругозора. Но это все-таки требует жесткости и жестокости от человека, который работает на таком уровне. То есть, приходилось ли отключать какие-то человеческие качества для того, чтобы быть эффективным? Я не считаю, что для таких вещей, вообще для работы в обществе нужна жестокость, честно признаюсь. Вот я по натуре человек мягкий. Я понимаю, что иногда эту мягкость лучше бы, конечно, убрать, оставить дома на некоторое время. Но, в целом, я считаю, что договоренность с людьми, она всегда возможна. И она особо никогда не требует от себя каких-то предательств своих принципов, какой-то заведомой лжи. Всегда есть возможность договориться с людьми таким образом, чтобы они были довольны, чтобы ты сам перед собой не имел чувства вины. Вот, может быть, я какие-то возможности упустил из-за того, что я так думаю, но мне кажется, что, тем не менее, сложилось все достаточно удачно. Ну, можно ли говорить о том, что для того, чтобы состояться в бизнесе, нужно быть айронменом в таком метафорическом смысле? Или не обязательно? Ну, мне кажется, для этого нужно иметь задор, какое-то упорство, и действительно пытаться всегда немножко прыгнуть выше головы. Вот пытаться. Не факт, что получится, но стремиться к этому необходимо. Вот только это дает какое-то, во-первых, ощущение того, что ты можешь невозможное, и, соответственно, тебе дает смелость на дальнейшие поступки. Вот я всегда так жил, в принципе, и, видимо, так же и буду в дальнейшем поступать. Мне так нравится, скажем. Вы стали вице-президентом Альфа-группы, ведь в 30 лет, если не ошибаюсь, чуть-чуть вам было. Старшим вице-президентом. Старшим вице-президентом Альфа-группы, и это тоже серьезный был вызов уже. То есть вы начинали референтом на сибирском алюминии, и спустя небольшое количество времени уже возглавили, ну, стали вице-президентом огромного холдинга корпораций. Да. Тяжелый путь был к этой. Ну да. Дорожка, скажем так, от референта до старшего вице-президента. Ну, сейчас мне кажется, что это было довольно тяжело. Тогда мне так не казалось, потому что, ну, ты как-то делаешь день за днем какие-то вещи, они довольно напряженные, осуществляешь какие-то крупные проекты. Как правило, я работал по крупным проектам, последовательно в трех или четырех крупных промышленных корпорациях. И мне казалось, что, ну, вот жизнь, она должна такой быть, видимо, потому что я же другой не знал на тот момент. И, следовательно, нужно дальше бежать. Кроме того, понимаете, у меня был состимул. Я хотел 10 лет потратить на свою бизнес-карьеру, чтобы вот заработать себе достаточно денег, чтобы заниматься фундаментальной наукой. Это всегда мысль, она давлела надо мной. То есть наука была приоритетом. Нужно быстро делать, да, что это нужно делать быстро, чтобы я мог к 32-м годам уже полностью погрузиться в фундаментальную науку, именно потому что мне это нравится. Это моя вот жизненная страсть. А бизнес – это было просто средство для достижения этой цели? Ну, конечно, потому что если ты идешь в ученый, то у тебя сразу же имущественное положение совершенно иное. Я очень мягко сейчас выражаюсь. И, соответственно, у тебя и ощущение своих возможностей существенно ниже. Тебя общество не считает успешным человеком, понимаете? – Но все-таки уходить из бизнеса было сложно, учитывая, что вы занимали такой пост, вы потом ушли именно в фундаментальную науку, потом вы вернулись в банковскую сферу, ну, здесь, наверное… Нет, ну, я из бизнеса никогда не уходил. У меня из жизни сегодня так распределяется примерно пополам между бизнесом и наукой. Я вот совсем недавно работал в Сбербанке, и, в принципе, не исключаю, что у меня будут какие-то и другие бизнес-проекты интересные. Я просто считаю, что сегодня я уже имею гораздо больше времени и возможностей для того, чтобы заниматься тем, что мне действительно нравится делать. А это, прежде всего, да, научные проекты. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Лингвист, предприниматель и айронмен Кирилл Бабаев у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у нас в гостях предприниматель, ученый, лингвист, организатор музея «Мир шляпы», который в риге, Кирилл Бабаев. Здравствуйте, Кирилл, еще раз. Здравствуйте. Вот в первой части нашей программы говорили о том, что вы преодолели дистанцию айронмен. Это был такой вызов. Говорили в том числе и о бизнесе. И вот плавно подошли к науке. Вы сказали о том, что хотели заработать определенное количество денег, чтобы погрузиться и заняться уже серьезно фундаментальной наукой. Вы являетесь тем человеком, который открыл новый язык, открыли новое племя. И вы в Риге организовали «Мир шляпы». Это музей, где можно ознакомиться с головными уборами разных народов мира. Все верно. Это тоже такой интересный опыт для вас? Ну, конечно, очень интересный. Слушайте, наука, она же как? Она может быть кабинетной? Но эта наука для меня не очень интересная. Мне, конечно, гораздо интереснее заниматься полевыми исследованиями, когда ты высаживаешься где-нибудь в джунглях, в горах, в пустыне, изучаешь там народ. В данном случае я лингвист, я изучаю язык. И после этого уже работаешь с полевым материалом, потому что это дает тебе возможность сделать настоящее открытие. Настоящие большие открытия, которые сегодня очень редко где можно сделать. Ну, как все континенты уже давно открыты, к сожалению. А вот видите, народы, оказывается, еще можно обнаружить неизвестные науки. И вам это удалось? И нам это совершенно верно удалось. Да, это произошло недавно, несколько лет назад. Мы в Африке открыли неизвестный язык под названием Зиало, на котором говорят, что это не племя, большой довольно народ. Они, в общем, обидятся, если их назвать трибю, племя. Но они, где-то их 25-30 тысяч человек, они живут в Гвинеи, и действительно их язык никогда не был известен науке. Ну вот, я, значит, с ними пожил, записал и издал на эту тему две книжки. Теперь это официальный язык, он имеет номенклатуру и входит в состав конкретной семьи языков, то есть полноценный язык. Как вы поняли, что этот язык еще не был открыт? Учитывая, что языков достаточно много на планете. Ну, дело в том, что если язык описан, на нем есть литература. Об этом языке никакой литературы не было. Он относится к конкретной группе языков, следом, у него есть родственники. Эти родственники описаны, о них есть книжки, статьи, соответственно, можно взять эти книги и статьи и сравнить. И вот сравнение показывает, язык это отдельный или диалект какого-то соседнего языка. Вы сидели в тюрьме как раз, когда, если я не ошибаюсь, именно вот этот народ вас и посадил в тюрьму. Да, посидел. То есть, путь к открытию языка тоже был термистым достаточно. Ну, это да, это просто так сложно сложилось. Из-за моей собственной неопытности я приехал туда, начал общаться со старейшинами, потому что надо получить их разрешение для того, чтобы работать. И они не поняли, зачем вообще человеку изучать язык какого-то затерянного народа. Они не очень понимали мотивацию за этим стоящую. Они подумали, что я приехал с какими-то коммерческими или политическими целями. Значит, и меня на всякий случай это выяснение посадили за шпионаж в тюрьму. Ну, это не тюрьма, это дом, где содержатся преступники в супрефектуре. Должен был приехать полицейский и отвезти меня уже в городскую тюрьму. Но это могло занять недели, потому что он пешком должен был из города прийти сначала, останавливаясь у всех своих родственников по пути. Поэтому эта ситуация разрешилась довольно быстро, потому что я попросил, чтобы меня еще раз отвели к старейшинам. И рассказал им уже, что смотрите, я хочу написать великую книгу о вашем языке, потому что о нем никто ничего не знает. Если эта книга не будет написана, вы никогда не будете известны. А так вы получите мировую славу. В Париже, в Москве, в Лондоне все будут знать о том, что существует народ Зиало. Ну, разве это не интересно вам? Ну, после этого они сказали, ну, хорошо, да, ты у себя дома, работай, и все будет хорошо. На таком языке вы это объяснили? Я говорил по-французски, а мой информант, который меня туда привез, он переводил на язык Зиало. То есть удалось все-таки? Потому что, как я помню, мы с вами уже обсуждали эту тему, что там почти никто не знал других языков, и найти носителя французского или английского было очень сложно. Ну, да, там французскоязычная страна, да. Там, в принципе, многие знают французский так чуть-чуть в школьной программе, но так, чтобы нормально разговаривать на нем, не очень много. Но постепенно, в общем, все это наладилось, и удалось поработать хорошенько. У нас звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, скажите, пожалуйста, вы, по сути дела, сейчас сказали такую страшную вещь, что если я пойду в науку, то это уже, так сказать, по карьерной лестнице вниз. Пиши пропало. Вот вопрос такой. Значит, в Советском Союзе президент Академии наук имел самую высокую зарплату. Это Советский Союз, который ваши коллеги, так сказать, поливают сейчас грязью. Ученые, так сказать, имели такой престиж, что сейчас вообще и не снилось. Я уже не говорю о бюджете, который на всю науку, но вы знаете, наверное, что один университет... Да, какой у вас вопрос, Александр? Так вот, вопрос такой. Вот Жарес Алферов сказал, что власть, которая относится так к науке, это власть без мозгов. Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Ну, вот реплика и вопрос. Да, это очень интересно. На самом деле, я склонен в большей степени согласиться с нашим уважаемым радиослушателем, потому что я согласен с тем, что престиж науки дает гораздо больше импульса развитию, в том числе и экономики, и культуре государства. И чем выше этот престиж, тем успешнее государство становится. У нас с этим в наших с вами государствах, и в России, и в Латвии с этим есть трудности. Я считаю, что сегодня престиж науки немножко идет вверх, и ситуация становится лучше. Но, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это было еще лучше, чтобы на науку выделялось больше средств, чтобы к ней больше внимания приковывалось, и чтобы в обществе престиж ученых был существенно выше, чем сейчас. Ну, а сегодня для того, чтобы профессионально заниматься наукой, то есть, это важно понимать, что это, в общем-то, не принесет больших денег. Соответственно, человек, который выбирает научную карьеру, он вряд ли будет богатым или даже обеспеченным. То есть, так сейчас складывается ситуация. Так оно и есть, все правильно, но особенно в относительном режиме. То есть, ты понимаешь, что люди, которые пойдут в бизнес, они будут, скорее всего, или там в государственном управлении, они будут, скорее всего, зарабатывать больше денег. Но, понимаете, люди, которые идут в науку, они, как правило, идут туда не за деньгами. Я, например, нет. Это люди, которым нравится, у которых есть страсть к этому, у них определенный склад ума, который именно свойственен ученому. И поэтому люди просто от этого получают удовольствие. Ну, можно ли говорить сегодня, что наука для многих превратилась в хобби? То это в России, в Латвии, на постсоветском пространстве часто не такая... Та сфера, которая не может прокормить семьи. Нет, ну, наука всегда для многих была хобби. Люди же для этого и читают научно-популярные книги. Сейчас некий идет бум роста популярности научно-популярной литературы. Я это вижу сам, потому что я вот издал две научно-популярных книги, они очень хорошо пошли. И, в принципе, видно, что людям это становится интересно. Но это очень хорошо, потому что кому-то это будет хобби, а кто-то решит заняться этим профессионально, кто-то в детстве, в юности прочитает, в том числе, возможно, и одну из моих книг и захочет стать лингвистом, или этнографом, или историком. И это, естественно, некая такая просветительская функция, которая у науки должна присутствовать. Ваша история, она, как мне кажется, в какой-то степени уникальна. То есть вы пошли в бизнес, сделали серьезную карьеру для того, чтобы заниматься наукой. Ну, и ни в чем... В общем-то, наверное, если бы у вас не было вот такого бизнес-бэкграунда, то и вы не открыли бы этот язык, потому что эти путешествия, они достаточно дорогостоящие. Экспедиции вы сами, как я понимаю, их оплачиваете. Нет, я экспедиции не оплачиваю, как правило, они, наоборот, финансируются за счет грантов. То есть в этом смысле как раз не приходится свои деньги тратить? Ну, я же состою в научном сообществе, у меня ученая степень, доктор наук. Конечно, я в том числе участвую в различных грантах, и, собственно, научные книги издаются за гранты у меня. Но вы ведь создали еще и фонд, который финансирует ученых и тоже выделяет определенные гранты. Да, частично это все оплачивалось фондом, который как раз специализировался на том, чтобы отправлять ученых в экспедиции, изучать различные языки. Нам удавалось привлечь довольно большое количество денег из бизнеса на эту работу. Это очень интересно. Но бизнес активно помогает сегодня ученым? Нет, не активно. Очень плохо помогает бизнес. Ну, зависит, конечно, от конкретной научной дисциплины. Если это прикладная наука, она финансируется существенно лучше, потому что она влечет за собой конкретные среднесрочные, или даже краткосрочные экономические дивиденды. Если это фундаментальная наука, там, скажем, языкознание, мое родное, то, безусловно, никаких экономических дивидендов она особенно не несет. В очень редких случаях люди, лингвисты, могут работать в поисковых системах, типа Яндекса и так далее. А так, конечно, это, с моей точки зрения, задача государства – финансировать фундаментальную науку. Но вы сколько языков сейчас знаете? Двенадцать? Ну, говорю где-то хорошо, так нормально говорю, на двенадцать примерно, да. Мы с вами год назад говорили как раз на эту тему в контексте того, что у таких людей, как вы, то есть у плеглотов, начинается проблема в том смысле, что технологии уже лишают вас уникальности в какой-то степени, потому что переводчики многочисленные через, там, 10-15 лет, возможно, уже любой человек на планете может вставить себе в ухо онлайн-переводчик, и все будет. Тоже понимает то, что и вы. Вот, на самом деле, ну, чувствуете эту проблему, что плеглоты, ну, в какой-то момент утратят свою уникальность? Нет, я могу совершенно точно сказать, что я когда вот студентом был, был Google-переводчик, и сейчас есть Google-переводчик. Прошло 20 лет, я до сих пор, я плачу от смеха, когда читаю эти тексты, понимаете, а я могу открыть книгу на любом из тех языков, которые я знаю, и читать ее свободно, или рассказывать кому-то о своей жизни, без всяких, там, помощи, технических средств. Я не знаю, что будет дальше, через 10-15 лет, как вы говорите, но мне кажется, что сейчас, во всяком случае, это очень сильно помогает мне и в жизни, и это довольно сильно стимулирует мою собственную интеллектуальную деятельность, потому что изучение языка – это огромное удовольствие, и это то, что не дает интеллекту застояться. Это довольно важная вещь. На ваш взгляд, от чего зависит изучение языка от способностей человека, от терпения и трудолюбия, потому что есть люди, которые не могут выучить, допустим, один иностранный язык, а вы говорите на 12, причем вы утверждаете свободно. Ну да. Я считаю, что это зависит исключительно от желания. То есть, вот у меня, я, например, не считаю, что у меня есть какой-то там талант или какая-то особая способность, у меня ее нет. Но зато мне это интересно и делать. Сам процесс приносит мне большое удовольствие, когда ты с нуля изучаешь какой-то новый для себя язык, а потом через некоторое время, через несколько месяцев ты можешь на нем разговаривать, ты можешь на нем читать, ты можешь понимать, что говорят по телевидению или там по радио, смотреть фильмы на нем, это же совершенно другое, чем в переводе. Открывает огромный мир другой культуры. И, конечно, это очень интересно. Вот я сейчас, например, задался целью такой сдать государственные экзамены, получить официальные сертификаты о знании в совершенстве всех тех языков, о которых со своих слов я говорю сегодня. И вот эта такая задача, она тоже очень сильно для себя. Она нетривиальна. Для этого нужно изучать и устный язык, и письменный, и слушать, и говорить. Но, тем не менее, выполнимо. И я считаю, что я себе сам таким образом смогу доказать, что я действительно говорю на 12 языках. Ну, а если я попрошу вас перечислить 12 языков, это займет достаточно много времени, потому что я, честно говоря, могу представить первую тройку. Это, допустим, русский, английский, французский. Ну, основные европейские, конечно. Плюс я же востоковед. Я изучал японский, корейский, я на них вполне нормально говорю и читаю. Турецкий, арабский, вот такие языки, с которыми я там работал или просто изучал. Ну, это я по-литовски очень хорошо говорю. Ну, по-латышски я, к сожалению, пока говорю не очень хорошо, но я умею читать, более или менее понимая о том, что мне говорят, потому что я здесь живу. Ну, и, соответственно, какие-то еще отдельные европейские языки знаю, да. Но ведь языки разные, и там арабский, например, отличается от английского кардинально. А вот в чем трудность изучения разных языков? И есть ли эти трудности? Конечно. Самая большая трудность – это письмо. Если язык обладает иной системой письма, изучать его в четыре раза ровно сложнее, потому что ты должен сначала выучить это письмо и привыкнуть к тому, что у тебя зрительная память будет улавливать вот эти сочетания. С арабским языком это чрезвычайно сложно сделать, например, или с японским. Поэтому, конечно, гораздо легче выучить язык, обладающий там кириллицей или латиницей. Вторая сложность – это система грамматики, потому что она очень часто построена через голову, ну, для нас, в нашем понимании. То есть, в японском языке оно просказуемое ставится в конце, а в ирландском языке сказуемое ставится в начале, а у нас не так и не сяк. И где-то свободный порядок слов, а где-то не свободный. Вот это все, это такая мозговая деятельность, ты должен перестраивать свою голову всякий раз на иную систему выражения тех же самых идей. Ну, вот это нелегко, да. Но в этом и интерес, мне кажется. А русский язык, он сложен для иностранцев, например, для изучения иностранцев, потому что оно великий и могучий нередко называют одним из самых сложных для изучения языков в мире. Русский язык – самый сложный на свете. Самый сложный. Я вас уверяю. Я, во всяком случае, сложнее ничего не встречаю. Да, по сравнению с японским, китайским и корейским. А понимаете, как, ну, я имею для иностранца. Да. Ну, может, для украинца он и несложен. Но вот так, если посмотреть в абсолютном попытаться варианте, то он состоит из одних исключений. В нем вообще никаких правил нет. В нем даже непонятно, сколько падежей. Потому что одни говорят, что в нем 6 падежей, другие, что 8, а третьи там под 13 насчитывают. И здесь столько несуразностей и забавных моментов, которые иностранцу приходится учить. Что если вы поговорите с любым иностранцем, даже из Европы, где языки, в общем, близки достаточно к русскому, то они вам наговорят бесконечное количество вещей, которые вы сами не можете объяснить. Ну, просто мы так говорим. Ну, как, вот, например, если мы… Русский – единственный язык, где отрицание не меняет смысла предложения. Например, «я его давно видел, и я его давно не видел». Это одно и то же. Ни один человек в здравом уме не может представить языка с таким вот, с такой чертой. Ну, и знаменитая фраза «да, нет, наверное». Да, нет, не знаю, да, это верно. Ну, в общем, таких вот вещей я могу назвать десяток, и, конечно, это изучать очень сложно, потому что приходится зазубривать. Все-таки легче языки, которые системно выстроены. Например, там, тут же арабский, он очень системный. Он прям, ну, классический арабский язык, естественно, имеется в виду. Вот, он… его легче выучить именно, когда ты уже понял систему. Ну, язык, он дает некое представление о народе? То есть, вот, как говорят, что язык – это душа народа. Это так действительно? Как вы считаете? Вот, это довольно сложный вопрос. Я, честно говоря, до сих пор на него не могу ответить, насколько язык действительно объясняет психологию людей, на нем говорящих. То есть, можно ли сказать, что русский со своим языком, состоящим из одних исключений, является таким вот бестолковым народом без правил? Ну, конечно, нет. Но, видимо, что-то в этом есть, потому что, конечно, лексикон, например, очень много, ну, вот, лексический состав языка, он довольно много рассказывает о том, чем люди живут, как они мыслят и так далее, вот всякие какие-то понятия, абстрактные понятия и так далее. Когда ты изучаешь языки, скажем, находящиеся где-нибудь в Африке или там на острове Новая Гвинея, ты очень часто не можешь объяснить каких-то вещей, потому что одно маленькое слово может означать целое гигантское понятие, которое в нашем языке просто нет. И это, естественно, дает тебе ключ к пониманию людей. Но в целом какой-то конкретной зависимости пока еще не выявлено. Ну, русский язык, насколько справедливо вот это стереотипное обозначение «великий и могучий» по сравнению с другими языками, часто это некорректно использовали, может быть, это сравнение, что вот есть большой язык, есть языки малых народов, но тем не менее, вот справедливое обозначение, как считаете, «великий и могучий». Ну, конечно, русский язык – это язык с огромной литературной традицией. Именно поэтому он может называть себя «великим и могучим», потому что в процессе описания очень сложных вещей приходилось изобретать слова, приходилось принимать кальки из других языков, поэтому русский язык наполнен бесконечным совершенно количеством средств выражений, а самых мельчайших оттенков вещей. Это и делает его великим. На русском языке можно написать всё. В отличие от этого, скажем, языки с бесписьменной традицией, они, конечно, менее великими от этого не становятся вроде бы, но так как нет письменного языка, то, естественно, что только очень ограниченный объём понятий существует. И приходится для любого там незнакомого предмета заимствовать его. Вот в этом смысле, конечно, язык с письменной традицией всегда выигрывает. А размер имеет значение это количество носителей? Конечно, имеет огромное значение, ведь язык развивается тогда, когда литература, телевидение, радио. Ну, ты же не будешь радио делать для 10 тысяч радиослушателей. Это просто коммерчески нерентабельно. Поэтому радиостанции для малых языков очень мало на свете. Они там все спонсируются, скорее всего, государством. язык существует там, где существует возможность большого количества его пользователей. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Извините, ещё один маленький вопрос. Да, коротко, пожалуйста. Вот ваш коллега Гусейнов назвал русский язык клаачный. Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Но Гасан Гусейнов был, кстати, в эфире на радио Болтком. Он пояснил свою позицию. Он не имел в виду весь русский язык, он имел в виду определённый момент. Это так оно и есть, да. Я тоже считаю, что это было какое-то недопонимание или неудачная формулировка. Поэтому, в общем, вроде разобрались с этим. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Кирилл Бабаев, предприниматель, учёный, лингвист у нас сегодня в гостях. Ещё один аспект вашей работы – это коллекция. Коллекция шляпы. Вы открыли в Риге музей шляпы, мир шляпы. Где представлен головной убор разных народов. Как страсть эта появилась у вас к головным уборам? И почему именно к ним? Да, это хороший вопрос. Дело в том, что действительно я в течение многих лет, так как довольно много езжу по миру, и по делам, и в экспедиции, и просто путешествую, мне нравится. Собралась довольно большая коллекция головных уборов народов мира. Я всегда... Меня интересовалась история костюма. Это довольно интересная сфера жизнедеятельности. И костюмы собирать – это, конечно, смертоубийство для любой жилплощади. Поэтому было принято такое компромиссное решение собирать именно головные уборы, как некую квинтэссенцию народного костюма. Вот так скопилась очень большая коллекция. Я считаю, одна из, может быть, самых больших у нас в стране. И так как эта коллекция не может просто лежать в сундуках, то мы решили создать музей, который называется «Мир шляп». Вот он открылся в Риге в 2014 году. Мы в этом году праздновали пятилетие. Он очень хорошо себя чувствует. Честно говоря, я сам не ожидал, что он приобретет такую интересную популярность. То есть он как бизнес-проект тоже оказался? Ну, как бизнес-проект музей существовать не может. Он все равно балансирует всегда на грани добра и зла. Но на самом деле там очень много всего происходит. То есть там проходят у нас всякие детские праздники, дни рождения. Это такая интересная сфера. Это же очень красивые вещи. Головные уборы, они бывают с драгоценными камнями. Они антикварные. Они содержат очень много украшений. Они просто столько всего говорят о культурах каких-то отдаленных народов и культур, вообще материков, что это интересно посмотреть. Интересно, конечно, у нас там и свадьбы проходят в них и лекции, и мастер-классы. Мы стараемся привлекать людей, потому что в Риге таких музеев немного, которые показывают культуру народов мира. У нас в пяти залах можно за полчаса или за час фактически совершить кругосветное путешествие. А сколько экземпляров у вас, кстати, сейчас примерно? Ну, всего в коллекции больше 600. В музее содержится примерно 350-400. Мы все время ее там обновляем, коллекцию. Ну, плюс периодически уезжаем. Вот сейчас наши головные уборы пойдут в Даугавпилс, в Венспилс, в музей. То есть путешествуют? Там будут доставляться. Да, они путешествуют. Ну и плюс, конечно, я что-нибудь привожу всегда. Я сегодня привез целый пакет разных красочных уборов, которые я из Юго-Восточной Азии привез. И, конечно, это весьма интересное дело. Вот я сейчас как раз нахожусь в процессе изготовления книжки, которая будет рассказывать об истории, о типологии головных уборов. Это такая тоже научно-популярная книга. Потому что, как выяснилось, литератур на эту тему очень мало. Ну вот в Риге же есть музей моды, кстати, который Александр Васильев открыл. Не сотрудничаетесь, кстати, учитывая, что смежная получается отрасль. Ну, это правда, да. Я думаю, что у нас обязательно что-нибудь получится вместе сделать, потому что это, конечно, вещь на стыке моды и традиции. То есть, всегда народная мода, народная традиция, она давала огромное количество идей современной моде. И наоборот. И вот эта взаимосвязь, она, безусловно, существует. И я думаю, что мы что-нибудь изобретем. Ну что ж, приглашайте. В каком адресе музей находится? Музей находится в Тихом Центре, улица Вилландес, дом 7. И, конечно, мы с удовольствием приглашаем всех радиослушателей. Кирилл Бабаев, лингвист, предприниматель, ученый и создатель музея «Мир шляпы». Был гостем программы «Встретились, поговорили сегодня». Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, Кирилл, всего доброго. Спасибо вам. И до свидания.